Вопрос. Существует ли достоверный хадис, который указывает на количество пророков и посланников? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, Всевышний Аллах направил посланника к каждой общине. Аллах сказал, что посланники приходили друг за другом. Всевышний Аллах сказал, потом мы отправляли одного за другим наших посланников. Каждый раз, когда к какому-либо народу приходил посланник, они нарекали его лжецом. Мы отправляли их одних за другими на погибель и сделали их предметом сказаний. Да сгинут люди неверующие. Сура Аль-Муминун, аят 44. А также, воистину, мы послали тебя с истиной, добрым вестником и увещевателем. И нет ни одного народа, к которому не пришел бы увещеватель. Сура Фатар, аят 24. Аллах назвал некоторых из этих посланников и сообщил об их историях, но о немногих. Он сказал, воистину, мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрагиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и Коленам. Двенадцати сыновьям Якуба. Аисе, Айюбу, Юнусу, Харуну, Сулейману. Давуду же мы даровали Забур, псалтырь. Мы отправили посланников, о которых мы уже рассказывали тебе прежде, и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. А с Мусой Аллах вел беседу. Сура Аль-Ниса, аяты 163-164. Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал, Таковы имена пророков, которые поименно упоминаются в Коране. Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лют, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Айюб, Шуайб, Муса, Харун, Юнус, Давуд, Сулейман, Ильяс, Альяса, Закария, Яхья, Иса, алейхимус саляту вассалям. И Зулькифль, по мнению большинства ученых-толкователей Корана, также относятся к ним. А господином всех пророков является Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах сказал, И посланников, о которых мы тебе не рассказывали. Сура Аль-Ниса, аят 164-й. То есть другие, которые в Коране не упомянуты. Во-вторых, ученые высказывали разные мнения о количестве пророков и посланников. Они основывали свои мнения на хадисы, которые считали достоверными. Каждый ученый, который считал хадис, в котором упоминается количество пророков и посланников, хорошим или достоверным, высказывал свое мнение, основываясь на него. Ученые же, что считали эти хадисы слабыми, говорили, что количество пророков можно узнать только через откровение, и поэтому не указывали точное количество. Хадисы, в которых упоминается количество пророков и посланников, следующие. Первый. Сообщается, что Абузар сказал, «Я спросил о посланник Аллаха, каково количество пророков?» Он ответил, «Их было 124 тысячи». Тогда я сказал, «О посланник Аллаха, а каково количество посланников?» Он ответил, «Их было 313». Я спросил, «О посланник Аллаха, кто был первым из них?» Он ответил, «Адам». Этот хадис очень слабый, так как в цепочке его передатчиков присутствует Ибрахим ибн Хишам Аль-Гасани, о котором Аль-Захаби сказал, его хадисы необходимо отвергать. А Абу-Хатим даже сказал, «Он лжец», поэтому Ибн-Уль-Джаузи считал, что этот хадис выдуман и является ложным. Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис полностью передал Абу-Хатим ибн Хиббан Аль-Бусти в своем труде «Аль-Ануа' ват-Та-Касим» и назвал его достоверным». Абу-Ль-Фарадж ибн-Уль-Джаузи высказывал противоположное мнение и упомянул этот хадис в своем труде «Аль-Мауду'ат» – выдуманные хадисы, где сказал, что среди передатчиков есть Ибрахим ибн Хишам. И несомненно, что не только один ученый, а многие ученые-хадисоведы, специалисты в науке о передатчиках хадисов, говорили о нем из-за этого хадиса. Шуайб-Аль-Арнаут сказал, «Цепочка передатчиков этого хадиса очень слаба». После он привел слова ученых об Ибрахиме ибн Хишаме. Второе. Хадис с количеством 124 тысячи также был передан по другой цепочке передатчиков. Сообщается, что Абу-Умама сказал, «Я спросил, о пророк Аллаха, сколько было пророков?» На что он ответил, «Их 124 тысячи». Из них 315 посланников. Ибн Кафир да помилует его Аллах сказал, «Муан ибн Рифа'а ас-Салями слабый передатчик, Али ибн Язид слабый, Аль-Касим Абу Абдиррахман очень слабый». Третье. Хадис от Абу-Зарра «Да будет доволен им Аллах» передается и в другой версии. Но в нем не упоминается количество пророков, А только количество посланников. «От Абу-Зарра я сказал, о посланник Аллаха, Каково количество посланников?» Он ответил, «Их было около 310 и еще немного». То есть точное число находится между 313 и 320. Там же другая версия. Их было 315. Шуайб Аль-Арнаут сказал, «Цепочка передатчиков этого хадиса очень слаба, Так как в ней присутствует Уубаид ибн Уль-Хашхаш, О котором ничего не известно, А также Абу-Умар Ад-Димашки, Который был слабым передатчиком». Ад-Дара Кудни сказал, «Хадисы Аль-Мас'уди от Абу-Умара Ад-Димашки необходимо оставлять. Аль-Мас'уди – это Абдуррахман ибн Абдиллях ибн Утба». Четвертый. Анас, да будет доволен им Аллах, Передал, что посланник Аллаха, Саляллаху алейхи вассалям сказал, «Аллах направил 8 тысяч пророков, 4 тысячи из них было к сынам Израилевым, А остальные 4 тысячи к другим народам». Этот хадис также очень слаб. Аль-Хайфами, да помилует его Аллах, Сказал, «Его передал Абу-Я'ля, И в цепочке его передатчиков присутствует Муса ибн Убейд ар-Рабази, А он являлся очень слабым передатчиком». Ибн Касир, да помилует его Аллах, Сказал, Цепочка передатчиков этого хадиса также очень слаба, Так как в ней присутствует Ар-Рабази, А также его учитель Ар-Ракаши, Который еще слабее, чем он. Пятое, передается от Абуль-Ваддака, Абу-Саид спросил меня, «Утверждают ли Хариджиты, что придет Даджаль?» Я ответил, «Нет». Тогда он сказал, что посланник Аллаха, Саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину я печать тысячи пророков или более, И каждый пророк, который был послан для того, Чтобы люди последовали за ним, Предупреждал свою общину о Даджале». Этот хадис также очень слаб, Так как в цепочке находится слабый передатчик, Муджаллид ибн Саид. Аль-Хайфамида, помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис передал Ахмад, И в цепочке передатчиков присутствует Муджаллид ибн Саид». Аль-Насаи считал его доверенным передатчиком. А в другом месте он сказал, Что тот сильным передатчиком не был. Несколько ученых считали его слабым передатчиком. Аль-Арнауд также считал его слабым в Тахкикуль-Муснад. Шестое. Этот же хадис пришел и по цепочке от Джабира ибн Абдилляха, Да будет доволен им Аллах. Его привел Аль-Базар в своем Муснаде. В цепочке передатчиков присутствует Муджаллид ибн Саид. И как уже было сказано, он был слабым передатчиком. Аль-Хайфамида, помилует его Аллах, сказал, «Его привел Аль-Базар, В его цепочке есть Муджаллид ибн Саид. Большинство ученых считало его слабым передатчиком». На основании хадисов, а некоторые из них мы не упомянули, чтобы не удлинять текст, но все они являются слабыми, становится ясно, что в разных преданиях приводится разное количество пророков и посланников. И каждый ученый говорил, опираясь на хадис, который считал достоверным. Самый известный хадис, это хадис от Абу-Зарра, да будет доволен им Аллах, что количество пророков было 124 тысячи, а посланников 315. Некоторые ученые говорили, что количество пророков равно количеству сподвижников пророка, а число посланников, числу сподвижников, участвовавших в битве при Бадре. Однако, рассмотрев цепочки передатчиков этих хадисов, мы не находим их достоверными, ни в случае рассмотрения их по отдельности, ни в случае, если рассматривать все пути передачи определенного хадиса. В-третьих, приведем слова ученых-имамов, которые говорят о том, что все хадисы о количестве пророков и посланников, а также их содержания, недостоверны. Первое. Ибн Таимия, да помилует его Аллах, сказал, хадис, который упомянул Ахмад, привел Мухаммад ибн Наср и другие, и это указывает, что они не знали количество писаний и посланников, и что хадис Абу-Зарра они не считали достоверным. В этой цитате об имаме Ахмаде ибн Хамбале и Мухаммаде ибн Насре Аль-Маруази есть указание на слабость хадисов о числе пророков и явное указание, что Ибн Таимия, рахматуллахи алейх, придерживался того же мнения. Он упомянул хадис от Абу-Зарра в форме слабого хадиса. Передается в хадисе от Абу-Зарра, что количество их было 313, и не принял его в качестве доказательства, но привел в качестве доказательства аяты, которые гласят о большом количестве пророков. Второе. Ибн Атия. Ибн Атия, да помилует его Аллах в толковании суры Ан-Ниса, сказал, Слова Всевышнего Аллаха и посланников, о которых мы тебе не рассказывали, указывают на множество, на большое число пророков точное число их не упоминается. Всевышний также сказал, «И нет ни одного народа, к которому не пришел бы увещеватель» Сура Фатр, аят 24. А также многие поколения, которые были между ними. Сура Аль-Фуркан, аят 38. Предания, что упоминают количество пророков, недостоверны. И только Аллах знает о количестве пророков, мир им всем. Третье. Постоянному комитету по выдачам фетв задали вопрос, каково число пророков и посланников, мир им. Они ответили, «Никто, кроме Аллаха, не знает их точного количества». Так как Всевышний Аллах сказал, «Мы уже отправляли посланников до Тебя. Среди них есть такие, о которых мы рассказали Тебе, и такие, о которых мы не рассказывали Тебе». Сура Аль-Фуркан, аят 78. Некоторые из них известны и упомянуты в Коране или в преданиях Сунны. Члены постоянного комитета. Шейх Абдул-Азиз ибн Баз, Шейх Абдул-Раззак Афифи, Шейх Абдуллах ибн Гудаян, Шейх Абдуллах ибн Ку'уд. Четвертое. Шейх ибн Баз да помилует его Аллах, сказал, В хадисе от Абу Зарра, который приводит Абу Хатим ибн Хиббан и другие, сказано, что он спросил пророка, салаллаху алейхи ва салям, о количестве пророков и посланников. На что он, салаллаху алейхи ва салям, ответил, пророков 124 тысячи человек, а посланников 313. В версии от Абу Умамы, посланников 315. Однако оба этих хадиса слабые, по мнению ученых. Существуют еще хадисы, которые указывают на тот же смысл, но они также слабые, как мы уже сказали. В некоторых сказано, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал, что пророков было более тысячи, в других три тысячи. Однако все хадисы на эту тему являются слабыми. Аибн Уль-Джаузий назвал хадис от Абу Зарра вымышленным. Итог сказанного. Нет доказательств, на которые можно было бы опираться, говоря о точном количестве пророков и посланников. Число и количество их не знает никто, кроме Всевышнего Аллаха, но их было много. Истории некоторых пророков Аллах нам поведал, а о некоторых других ничего не рассказал из совершенной мудрости своей. Пятое. Шейху Ибн Джибрину, да помилует его Аллах, задали вопрос. Каково количество пророков и посланников? Является ли отсутствие веры в некоторых из них из-за незнания о некоторых из них неверием? И каково количество божественных писаний, которые были посланы? Есть ли различия в количестве писаний между одним пророком и другим, и почему? Он ответил. О количестве пророков пришло несколько хадисов. В некоторых из них упоминается число 124 тысячи пророков и 313 посланников. Также есть хадис о 8 тысячах пророков. Хадисы об этом упоминаются в книге Тафсиру л-Кур'ан и л-Азим и бен Кафира, в толковании последней части суры Ан-Ниса, в толковании слов Всевышнего Аллаха и посланников, о которых мы тебе не рассказывали. Сура Ан-Ниса, аят 164. Однако хадисы, несмотря на то, что их много, все являются слабыми и предпочтительнее воздержаться от них. Мусульманин обязан уверовать в тех пророков и посланников, которых назвал Аллах и его посланник поименно, а в остальных он должен верить в целом. Всевышний Аллах упрекает иудеев за разделение пророков, говоря, и говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим. Сура Ан-Ниса, аят 150. Мы веруем во всех пророков и посланников, которых направил Аллах. И верим также, что закон и писание, с которыми они приходили, были законом и писанием для той общины, для того времени. Что же касается количества божественных писаний, на эту тему приводятся длинные хадисы от Абу Зарра о том, что количество писаний было 104. Его упомянул Ибн Касир в толковании вышеупомянутого аята. Но только Аллах знает о достоверности этого. Аллах упомянул Ат-Таурат, Аль-Инджиль, Аз-Забур, Свитки Ибрагима и Мусы. Мы веруем в эти писания и в то, что у Аллаха много писаний, о которых мы не ведаем. Нам достаточно веровать в них в целом. А Всевышнему Аллаху ведомо лучше. Субтитры создавал DimaTorzok